Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Программа Экономика. Стипендиями молодежь не удержать на кировских предприятиях. Исполнительный директор компании «Ажиофинанс» Константин Кропенев оценил инициативу областных властей о дополнительных выплатах студентам, которые обязуются после учебы проработать на кировских предприятиях определенный срок. В зависимости от уровня учебного заведения и выбранной специальности им хотят доплачивать по 3-4 тысячи рублей. Идея в принципе нормальная, но опять же почему-то должна быть за государственный счет, а не за счет каких-то коммерческих организаций. К сожалению, очень часто случаи, что люди учатся по такой программе, приходят в эту же, допустим, школу, но тот уровень, который им там школа обеспечивает, их не устраивает. Молодому учителю не дают свой класс, ему не дают достойную зарплату, ему дают неудобный график занятий. По большому счету эти маленькие суммы, они могут повлиять только, так скажем, на малообеспеченный контингент, но эту проблему никак не решить. Должен быть рыночный спрос, рыночное предложение, достойная зарплата. В год власти будут поддерживать примерно 400 студентов, решивших связать свое будущее с кировскими предприятиями. К другим новостям, Наналек запускает совместный проект с Южно-Корейской фармкомпанией. Они будут заниматься разработкой и производством вакцин на заводе в Кировской области. Соглашение с компанией SK Chemicals было подписано на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке. Среди первых продуктов партнерства – вакцины для профилактики ротовирусной инфекции и инфекции, вызванной вирусом папиллома человека. Налогоплательщики недоплатили 1,5 млрд рублей. В правительстве утвердили отчет об исполнении регионального бюджета за первое полугодие 2017-го. Доходы региона составили за это время 22 млрд рублей, расходы – 23. По данным Минфина, отмечается рост доходов в основном за счет налоговых поступлений. Основное увеличение произошло по налогу на прибыли на имущество организации, а также по транспортному. Недоимка по налоговым платежам на 1 июля составляла 1,5 млрд рублей, по неналоговым – 240 млн. Основная причина – низкая дисциплина налогоплательщиков. Правительство и опоры России будут совершенствовать поддержку бизнеса. Они заключили соглашение о сотрудничестве. Ожидается, что одним из направлений станет развитие предпринимательства в моногородах. Опора России готова включиться в процесс поиска инвесторов для ряда перспективных проектов. В Кировской области 11 моногородов к концу 2018 года. Там планируется создать почти 4000 постоянных и временных рабочих мест. 2900 из них намерены создать до конца текущего года. На сегодня план реализован на 90%. Экономика. Коротко несколько цифр. 26 раз чаще стали пользоваться кировчане картами МИР. Такой рост произошел с марта этого года. 100 миллионов рублей долгов заплатил за Киров хлеб промо Кирово-Чупецкий хлебокомбинат. 200 миллионов рублей составят инвестиции в производство лифтов в Вецкополянском промпарке. И о валютах. Доллар потерял 20 копеек и стоит 57,14. Курс евро сегодня 68,24 на 17 копеек. Меньше, чем накануне. Ольга Балезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM. Программа «Экономика» на 101FM.